Здравствуйте, друзья! Всем приятного нахождения в нашей сегодняшней импровизированной студии. Ну, не на радио городская волна, но все-таки для вас сегодня буду работать я, Иван Проскурин, представляю радиостанцию «Городская волна» 101.4 FM и сегодня в немного таком новом формате мы подведем итоги одного из направлений Департамента культуры, спорта и молодежной политики. Направление – это молодежная политика в городе Новосибирске за 2020 год и, конечно же, обозначим приоритетные направления деятельности на год предстоящий, который уже наступил на 2021 год. Сегодня у нас здесь, в нашей импровизированной студии, присутствует заместитель мэра, начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Васильевна Терешкова. Также присутствует заместитель министра образования Новосибирской области Мария Наилевна Жофярова. Здравствуйте! Руководители структурных подразделений мэрии города Новосибирска, представители депутатского корпуса и, конечно же, администрации районов города Новосибирска. Ну и вступительное слово, пожалуйста, к микрофону приглашается Анна Васильевна Терешкова, начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики. Дорогие друзья, наверное, сегодня очень особенный день, потому что, к сожалению, сегодня я не имею возможности видеть глаза всех наших руководителей, всех наших подразделений молодежной политики. Да, год был у нас с вами непростой. Иногда кажется, что он был абсолютно сюрреалистичный, как будто бы мы жили в какой-то, в каком-то фильме, который мы ранее не смотрели никогда. Еще год назад мы с вами строили грандиозные планы, но все это, к сожалению, было остановлено, очень достаточно группа, когда началась пандемия. Мы не смогли с вами год юбилея провести парад победы. Мы не смогли провести бессмертный полк, мы даже не смогли провести день города, уже не говоря о том, что даже Олимпиада была перенесена. Уже не говоря о том, что наша молодежь оказалась заперта в четырех стенах, и у нас пропал контакт. А ведь мы же тот департамент, который привык всегда общаться лично с человеком, потому что мы всегда работаем для человека, для нашего новосибирца. И в этот момент мы это восприняли как вызов, как вызов всем нам, потому что нам пришлось искать для себя новые подходы, новые взаимоотношения, идти в интернет, в онлайн, общаться с молодежью, общаться с нашими студентами, общаться с нашими преподавателями, общаться с нашими детьми. Мы искали эти новые подходы. Я думаю, что сегодня как раз мы будем говорить об этом. Ведь наш департамент, департамент культуры, спорта и молодежной политики, наверное, совместно с департаментом образования, это та система, которая преобразовывает человеческий потенциал в человеческий капитал. Ведь мы с вами знаем, что главное наше достояние – это наши люди. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, а сейчас… Спасибо, это была Анна Васильевна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики. Будет продемонстрирован фильм о работе департамента, и после этого мы вновь вернемся в нашу студию. Городообразующий фактор – главная составляющая, которая определяет рост и развитие городов. Бывают города, построенные вокруг добычи угля, как, например, Прокопьевск, или вокруг нефтедобычи, как Нефтьюганск. В Новосибирске, к сожалению или к счастью, нет ни того, ни другого. Городообразующий фактор, который оказывает решающее влияние на рост и развитие нашего города – это люди. Именно от людей, от того, что они делают и как себя чувствуют, зависит рост и благополучие Новосибирска. Департамент культуры, спорта и молодежной политики – структура, создающая пространство, в котором хочется жить, приехать, а приехав – остаться. Здесь есть пространство, где хранят память о Великой войне и победе, о прошлом, которое формирует нас, настоящих. В юбилейном 2020 году мы завершили масштабные ремонтные работы на монументе Славы. Были проведены ремонтные работы на памятнике единству фронта и тружеников тыла. Он состоит из нескольких элементов. Это вот непосредственно сама центральная композиция с мячом, по периметру которой расположены ордена, сибирские дивизии, участвующие в Великой Отечественной войне и заводы Новосибирска, которые принимали участие в выпуске продукции для фронта. Город – это пространство для отдыха, игр и семейных прогулок. В Первомайском районе к юбилею благоустроили парк «25-летие Победы». В Заельцовском районе открылась новая лыжная база. Вместе с администрациями районов и департаментом образования оборудовали 28 новых спортивных и детских площадок в рамках проекта «Территория детства». В Центральном парке с привлечением средств благотворителей создали современную детскую площадку. Качели, канаты и горки, полосы препятствий и веревочные аттракционы радуют детей нашего города. Жители Кировского района давно мечтали о современном парке, активно обживали территорию, даже придумали дизайн-код и айдентику с необычным и красивым словом «Ультима Тули». И проект назвали нестандартно. «Затулинский дисперсный парк». Затулинка перестает быть окраиной. Сегодня это центр левобережья, над которым светит свое оранжевое солнце. Самого большого в новосибирске граффити на кинотеатре «Рассвет». В Центральном парке осуществилась мечта уличных художников. Открылась галерея уличного искусства «Сто квадратов». Легальная площадка для свободного рисования. Халафеем или «Зал слабы», где молодые художники тренируются и экспериментируют, рисуя поверх работ друг друга. Город – место реализации творческих способностей жителей. В Зальцовском районе открыли дополнительное пространство детской школы искусств номер 16. В Ленинском районе капитально отремонтировали новое помещение школы искусств номер 22. В них около 400 ребят смогут заниматься хореографией, театральным и изобразительным искусством. Город – это пространство для общения и встреч, поиска смыслов и вдохновения. Это музеи, театры, спортзалы и библиотеки. Современная библиотека – это центр притяжения, удобные и современные площадки. Яркий пример – новая модельная библиотека имени Куйбышева в Ленинском районе. В ней обновили интерьеры мебель, установили оборудование для учета книг, интерактивный стол с доступом в интернет. Открытие культурного кластера «Кислород» стало настоящим глотком свежего воздуха для молодежи Калининского района. Совсем скоро здесь появятся творческие коллаборации, начнут рождаться идеи и будут задаваться молодежные тренды. В 2020 году в рамках концессионного соглашения в Кировском районе открылся новый бассейн «Фламинго». В Калининском районе завершилось переоборудование кинотеатра «Космос» – центр хоккейного мастерства. В рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею ведется строительство многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная». На этой грандиозной стройке летом работали бойцы студенческих строительных отрядов. «Работа студенческих отрядов на таких знаковых для нашего города объектах – это уникальная возможность не только получить практический опыт. Например, отряд «Стальные колья» – это студенты факультета «Мастей Теннели», то есть они работают по своему профилю, но и возможность рекомендовать себе для дальнейшей работы». «Для студентов работа здесь не просто прекрасный опыт. Это формирование истории и преображение города, осознание того, что строишь свой город будущего. Городообразующий факт в Новосибирске – это люди. Люди, которые хотят участвовать в жизни города, создавать его, менять, спорить, договариваться, создавая свой город. Город для каждого. Ну а мы продолжаем наше общение и в нашу импровизированную студию радиостанции «Городская волна» присоединилась ко мне уже начальник комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева. Ирина, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Иван. Действительно, очень непривычно, мне кажется, вам чувствовать себя еще и в онлайне, еще и в визуальной реакции. Да, ну обычно как-то так, такая консервативная обстановка, конечно, и места поменьше здесь. Слышно нас лучше. Ну и я думаю, горожане, конечно, чаще всего вас слышат именно по голосу. И по радио, и в метро. С прошлого года, да, когда поступила такая просьба записать обращение. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в соответствии… Мы соблюдаем социальную дистанцию, поэтому у нас все по-честному. Дистанцию, мы все в масках, поэтому, можно сказать, поехали. Ирина, ну, прошлый год, как мы уже выяснили и, в общем-то, и убедились все в этом, был действительно сложным по многим показателям. Как пережили? Что было у вас? Если так, по направлениям, по основным моментам пройтись? Действительно, Иван, наверное, 20-й год стал для всех таким черным лебедем, поэтому перед нами тоже стояло интересное. Я не говорю непростая, я говорю интересная задача — сохранить наши клубные формирования, наши проекты. И несмотря на то, что пришлось работать полностью в онлайн достаточно большое количество времени, но, знаете, мне кажется, все зависит от посыла. Мы с самого начала сформулировали для себя задачу, что это очень интересный кейс. И именно от такой постановки задач от нестандартного кейса мы максимально быстро начали решать эту задачу, и поэтому ситуативные решения перешли потом в системную работу. Потому что можно, сами знаете, сказать год тяжелый и опустить руки, а можно сказать год интересный. Работаем, ребята. Работаем, коллеги, перед нами интересный кейс, поэтому мы, конечно, настраивали себя как раз на максимальный новый лад. И я правда благодарна этому году за то, что он научил нас так экстренно работать в онлайне. Мы бросили туда все усилия. Действительно, у нас уже есть определенные результаты. И честно скажу, некоторые проекты даже выиграли в этом году от нашего перехода в онлайн. Например, наш фестиваль семейной мультипликации «Мультсемья», которым в этом году было 5 лет, благодаря онлайн-формату увеличил количество участников. И в 2021 году мы приняли решение после этого, что мы переходим, уже шестой фестиваль будет переходить во всероссийском формате. То есть вот так вот. Крутые такие, да, замашки. Ну, мы, думаю, у нас в целом амбициозная задача города Новосибирска и Новосибирской области по мультипликационному кластеру. Поэтому, думаю, мультсемья как раз сможет решить и эту задачу тоже. Отдельно как раз мы с вами начали говорить об интернет-пространстве. Действительно, в этом году суммарный охват нашего присутствия увеличился в несколько раз. Причем мы для себя тоже обратили внимание, что не нужно супердорогого оборудования, экшн-камер. Нужно делать интересный контент и действительно количество просмотров увеличивается. Мы обнаружили, что целевая аудитория очень четко работает на запрос, на задачу и стали сегментировать свои группы в том же Инстаграме. Поэтому мы видим, что у нас рост с 12, да, суммарно. То есть можно сказать, что вы благодаря пандемии, да, нарастили здесь присутствие и цифры соответственно увеличились. Мы пересмотрели свое участие в социальных наших сетях, мы сегментировали работу и после этого мы обратили внимание, что действительно иногда кажется, что для того, чтобы работать в интернете, нужны дорогая камера, дорогие оборудования. Не надо? Хотелось бы, но мы научились делать интересный контент, который в первую очередь. А потом уже мы обнаружили, что средства для этого нужны не для профессиональной съемочной телестудии, что было очень важно. Поэтому контент определил… Ну, конечно, визуализация контента тоже важна, но контент… Цифры говорят сами за себя, да. Если было неинтересно, не смотрели бы, не подписывались. Да, поэтому мы сейчас четко продолжаем это направление и действительно у нас стало получаться. Еще одна из важных задач, которую мы перед собой ставили, это сохранение молодежных движений. Комитет достаточно поддерживает это важное направление нашей работы, но год был очень непростой, особенно у тех движений, например, таких, как студенческие отряды. Да, если в 2019 году это было 4000 человек, то в 2020 году это 1930 человек. Мы упали почти в два раза. У нас, к сожалению, не вышли проводники, у нас не вышли вожатые. То есть сейчас задача максимально удержать ребят, потому что один год, вот скажем так, падения, потом два-три года мы наращиваем обороты. Ирина, а как же стройки? Наши стройки, которые так? Тем важнее, Иван, для нас как раз оказались те стройки, на которых ребята работали в этом году. Мы уже видели это в ролике. Это и наш новый ЛДС, и метростроевцы у нас свои появились. Поэтому мы понимали, как важно еще удержать строительное направление. И перед городом была поставлена задача. Анатолий Евгеньевич поручил нам проработать именно, чтобы был студенческий отряд, работал на станции метро спортивная. Выполнили. Выполнили. Вот. И, например, еще один интересный кейс был поставлен перед трудовыми отрядами. Представляете, удержать подростков. Если мы понимаем, насколько мотивация сильна у студенческих отрядов, то подросток от 14 лет, он очень, скажем так, мотивировать его на работу, это отдельная часть нашей жизни. Поэтому мы, тут тоже есть, скажем так, свои нюансы. Нюансы, да. И мы очень сильно перевели комиссарскую работу на онлайн. И таким образом тоже удержали движение. Причем очень хочется сказать большое спасибо всем участникам движения трудовых отрядов, всем кураторам, потому что ваша работа именно позволила нашим подросткам остаться в движении трудовых отрядов, я таких уникальных идей. Мне кажется, тут можно прийти и записывать, потому что молодежи можно учиться, как как раз именно работать в онлайне. Поэтому комиссары движения и студенческих отрядов, и трудовых отрядов максимально работали в онлайн. Еще одна проверка у нас стала перед психологической службой. Я думаю, это, наверное, тот блок, который, скажем так, был работой загружен по полной. Да. И знаете, что очень важно, несмотря на то, что нас всех отправили в изоляцию, психологи сами вышли с инициативой выходить максимально быстро из дистанционной работы. Да, из онлайна. Почему? Потому что мне действительно хочется сказать огромное спасибо всем нашим психологам, не только психологической службы города Новосибирска, но и в целом психологам города, потому что наши психологи сказали, сегодня работа с психологией, с психологическим здоровьем, она также важна, как медицинское сопровождение. Мы такие же врачи. И, честно, для меня это был большой внутренний посыл, потому что я увидела, что действительно наша психологическая служба находится тоже на передовой. И мы анализировали очень серьезную работу, которая была в пандемию, и для себя увидели новую задачу. Мы обратили внимание на то, что сейчас необходимо отвечать новому вызову. Нужно создавать экстренную психологическую службу именно онлайн. Колл-центр, либо информационный центр. То есть, чтобы могли позвонить, задать вопросы как-то, да? Да, потому что у большинства людей… То есть, это не телефон доверия? Нет, это автономная служба телефона доверия. Телефон доверия стабилен, у него достаточно хорошее количество посещений, как мы с вами видим. Нам необходимо создавать новый сервис в психологической работе. Таким образом, мы понимаем, что в первое время у людей было ощущение непонимания, куда обратиться. Нужен действительно некий информационный центр, который бы смог быть по принципу одного окна для наших жителей города Новосибирска. Вот поэтому мы, думаю, мы в этом году будем прорабатывать концепцию этого направления. Очень важно, что в 2020 году мы смогли аккумулировать все направления добровольческой работы. У нас их достаточно много. Есть и ивент-волонтеры, есть как бы социальные волонтеры. Вот сейчас задача перед нашими добровольцами, нашими волонтерами стояла неважно, в каком ты направлении был изначально. Мы все пошли на решение одной социальной задачи. И из-за того, что уже пул участников у нас был, поэтому мы достаточно быстро смогли перестроить одно направление работы на как раз решение… То есть это те волонтеры, о которых мы рассказывали в новостях, которые приходили… Как приятно, когда работаешь с городской волной. То есть которые приходили и не заходя, не переходя через порог, это те самые ребята. Да, и поэтому нам очень приятно, что в этом году показателем вот нашей работы как раз по всем направлениям мы выиграли… Коллеги, очень большое вам за это спасибо. И за нашим региональным старшим товарищам, что в этом году наш городской центр волонтеров получил статус Центра поддержки событийного добровольчества. Региональный статус. Для нас это тоже очень большая внутренняя задача. Поэтому отдельно хочу сказать спасибо всем добровольцам, всем волонтерам. Для меня лично неважно, сколько человек сделал выходов. Главное сейчас, что мы поддерживаем максимально вот эту инициативу. Это очень тонко и очень аккуратно надо с этим работать, чтобы не обидеть человека, который выходит. Поэтому мы всегда очень трепетно относимся к волонтерам. Ирина, я знаю, что прошлый год отметился не только пандемией, но еще и принятием важного для вас закона, законодательного акта, которого вы очень и очень давно ждали. Он касается молодежной политики. Да, мы все смеялись, что в этом году молодежная политика стала легальной. Все, кто работает в молодежной политике. Все было нелегально, да? Ну, закона о молодежи не было. Если помните, как-то много-много лет назад был шикарный ролик команды КВННГУ, где партия, дай порулить. И там такой диалог был, а по какому закону? По закону молодежи. Нет такого закона. То есть, понимаете, получается… Исправили. Да, вот более 30 лет, например, да, комитет в прошлом году, 30 лет. И мне кажется, вот каждый работник молодежной политики как раз есть закон, нет закона. И мы наконец-то стали иметь свой самостоятельный закон. Это для нас действительно очень важно. Тем более, понимаете, что важно. Мы единственная структура, созданная не на основе деятельности, а по возрастному критерию. Вот, кстати, про возраст. Мне интересно, да, вот молодежь, Ирина, вы себе как градируете от сих и до… Да, если изначально, скажем так, возраст молодежи был от 14 до 30, сейчас он увеличился. Это от 14 до 35. Прекрасно. И Иван, представляете, да, то есть разница между 14-летним и 30-летним, она принципиальная, чем между 30-летним и 60-летним человеком. Ну, само собой. Да, это разные ощущения, но при этом мы прекрасно понимаем, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда и родитель, и ребенок могут находиться в статусе молодежи. Это здорово, да, и это по-новому и интересно. Да, но мы при этом понимаем, что возраст, именно этот сегмент увеличился на 5 лет, и 30-летние люди, молодежь города Новосибирска, она менее нуждается в административном патронаже. Ей нужно помогать в реализации своих идей, поддерживать ее самореализацию. То есть все равно есть чем заниматься. Да, мы именно сейчас понимаем, что тот сегмент, который у нас появляется, это дополнительные 5 лет, это как раз те люди, которым нужно помогать в реализации их интересных, новых, личных, важных для них идей. И поэтому в данном случае мы очень ценим наш конкурс, грантовый конкурс «Парад идей». Уважаемые коллеги, мне кажется, мы можем с вами посмотреть сейчас небольшую зарисовку, ролик о том, как мы жили в 2020 году, наш грантовый конкурс «Парад идей». Внимание на экран. Новые вызовы времени, развитие и технологизация общества влияют на темпы взросления и включения молодежи в общественные процессы. Молодежь – это самая динамичная социальная группа. Именно молодые люди наиболее приспособлены к усвоению различных культур, моделей поведения, новых ценностей и человеческих взаимоотношений. Именно поэтому задача молодежной политики – координировать усилия всех ветвей и уровней власти для защиты и поддержки интересов молодежи. Современному молодому человеку меньше нужна административная опека. Ему нужны реальные возможности попробовать себя, чтобы стать успешным и заявить о себе и своих достижениях. Поэтому Комитетом по делам молодежи успешно реализуется система внутренней грантовой поддержки. Оказывается помощь в поиске социальных партнеров и привлечении ресурсов на осуществление социальной и проектной деятельности. На сегодняшний день, если рассматривать развитие детского и молодежного туризма в городе Новосибирске и Новосибирской области, у нас картина довольно-таки безрадостная. У нас профильных учреждений по детскому и молодежному туризму просто нет. Школа туризма направлена на то, чтобы появлялись педагоги в Кировском районе в первую очередь, которые смогли бы самостоятельно обучать детей, возить их на соревнования, возить в походы какие-то, проводить с ними сдачу нормы ГТО, поход с проверкой туристских навыков. И вместе с этими педагогами я планирую, что все-таки мы будем формировать спортивный календарь по спортивному туризму и вместе организовывать мероприятия. Мероприятие называется «Бегущий город конструктивно». Это такой архитектурный городской квест. Организуем мы его при поддержке парада идей, грантового конкурса. Сегодня к нам придет несколько студенческих команд. Они получат маршрутный лист, и весь город станет как бы их площадкой для квеста. То есть им нужно будет посещать различные контрольные пункты и узнавать конструктивизм, узнавать наш город, собственно, через эту занимательную работу. Очень круто, что из проекта «Окрашено хэллофейм» мы все-таки сделали большую историю, чем просто хэллофейм. Мы сделали галерею для стрит-арт и граффити художников. Вообще сделали место для всей уличной культуры города Новосибирска. Когда мы делаем реализацию проекта, перед тем, как это начинать, мы задаем себе вопрос «Зачем?». И вот здесь есть большой ответ «Зачем и для кого?». Проект направлен на людей, на молодежь, которые ценят искусство, любят его во всех его проявлениях. Основная идея проекта — это расширение круг взора людей в сфере современного искусства. Мы поведем множество разных событий в этой направленности, в творческой, и с помощью разных материалов создаем свои маленькие предметы искусства. Все это помогает людям чуть больше узнать о искусстве и, соответственно, путь повысить общий культурный уровень населения. Идея нашего проекта — это создание творческого пространства для молодежи и ребят с ОВЗ с привлечением специалистов для совместной творческой деятельности. У наших мастер-классов они различного направления. Это и декупаж, и мы рисовали в технике Эбру, и скетчинг. Для волонтеров, которые к нам пришли, для многих это первый опыт, и это очень заметно было, если на первых мастер-классах ребята татушевались, а если еще как-то волновались, то сейчас они просто общаются. Цель проекта — создать волонтерский корпус слышащих и глухих ребят, обучение слышащих жестовому языку. Те, кто не знал его глухих, обучали программам «Через добро.РФ». Планируем развивать это направление. В следующем году будет штаб волонтеров, планируем открыть вместе 54. Дорогие ребята, хочу вам пожелать участвовать, в том числе в конкурсе «Парад идеи». Это хорошая поддержка от государства, это возможность себя реализовать. Я думаю, что у вас очень много разных идей, море идей, и вы можете их воплотить в жизни. Реализация социальных проектов становится мировым трендом современного общества. Именно молодежь, обладая высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активности, определяет основу состояния общества, формирует лицо города Новосибирска. Ну вот, друзья, это, конечно, не все наши проекты. Мы понимали, что невозможно в формат четырех минут уложить все, как мы прожили этот год именно с грантовым конкурсом «Парад идеи». Но что очень важно, Иван, представляете, мы понимали, что наступило опять время дистанционного общения, и полностью члены жюри работали в формате онлайн. Было достаточно непросто. Некоторые защищались через Zoom, кто-то через WhatsApp. Различные видео использовали приемы. Кстати, по поводу видеоприемов. Всегда говорю в начале, а сейчас говорю в середине своего выступления. Спасибо большое. Действительно, работа в онлайне – это очень непросто. Поэтому наши партнеры уже на протяжении восьми лет, департамент связи и информатизации никогда нас не подводили. Надеюсь, и в этот раз тоже вы нас не подведете. Такое небольшое отступление, да? Ну да, нам все-таки надо коллег хвалить. Спасибо, да. И, Ирин, все-таки про «Парад идей». Вот это хорошо, и суммы увеличились и так далее, но все-таки это деньги из вашего бюджета. А дальше? Да, Иван, кстати, мы действительно увидели, что у нас увеличивается количество молодых людей, и поэтому мы приняли решение, что сумма общего грантового конкурса «Парад идей» с полтора миллиона увеличивается до двух с половиной миллионов рублей, и максимальная заявка теперь со 150 рублей в 250 рублей. Мы понимаем, что это… Значительно, да. Да, нужен рост, количество молодежи увеличилось, поэтому мы, скажем так, и наш «Парад идей» тоже растет. И вы абсолютно правы, «Парад идей» для нас – это не только внутренний грантовый конкурс, это еще и площадка для неформального образования. Мы очень серьезно относимся, в принципе, к работе с грантами и сопровождению… То есть не просто дали деньги и забыли, да, но и дальше продолжается. Ну да, мы очень внимательно именно к «Парад идей» относимся, но дальше «Парад идей» уже является стартовой площадкой, скажем так, ступенечкой для участия в следующих грантовых конкурсах. И далее у нас уже идет индивидуальное сопровождение. Наши молодежные центры вместе с партнерами. Например, в прошлом году мы выиграли 36 грантов на общую сумму 10 миллионов рублей. А, например, уже в этом году, еще не отчитываюсь, но немножко как бы анонсирую, мы смогли выиграть 6 грантов на общую сумму 5 миллионов рублей. Ну да, значительные, да, действительно достижения. Но все-таки, Ирин, вот если раньше у молодежи был комсомол, и были, по большому счету, траектории развития, как дальше жить, то как сейчас, что сейчас? Действительно мы обращаем внимание, что наступает время разной молодежи. Время, когда ничего нельзя делать для молодежи без самой молодежи. И вы, наверное, тоже обращали внимание, что молодежь своего рода – это барометр благосостояния территории. Она моментально реагирует, зачастую в нежелании остаться, именно здесь жить. Поэтому наша задача именно как раз решить для себя вопрос, что делаем мы для того, чтобы молодежь осталась в городе Новосибирске. И как вы помогаете? Мы внутренне, конечно, помогаем и понимаем, что нужно создавать много разных сервисов. Причем, как интересных, то есть есть старые проверенные формы, а есть новые формы. Например, совсем недавно мы стали партнерами Лиги киберспорта. Даже такие иногда нюансы или спонсор девичьей команды киберспорта становятся важными. То есть нужно помогать именно самореализации молодого человека. Причем очень важно комитету и, в принципе, любой структуре мэрии при работе с молодежью постоянно наблюдать за социальным статусом, именно и социальным портретом молодежи. И мы поняли, что в этом году, в 2021 году, год непростой, мы это уже видим, нам необходимо провести социальные исследования интересов молодежи. Потому что уже много раз мы обращали внимание, что нет в работе с молодежью классического набора сервисов. Понимаете, получается, даже если в этом году получилось, абсолютно не значит, что в следующем году это будет интересно. То есть уже по итогам этого исследования как-то скорректировать, какие-то направления добавить, либо что-то изменить. Да, нам необходима инвентаризация наших идей. Мы должны посмотреть, что нам необходимо обновить, какие сервисы нам нужно усилить, потому что нам необходимо тиражировать именно опыт через реализацию лучших практик и обращать внимание очень серьезно на состояние инфраструктуры, как раз которая будет поддерживать разные молодежные инициативы. Ну и в этом году у нас заканчивается программа, по которой мы работаем. И думаю, вот на основе вот этих посылок мы сейчас в этом году начнем формировать концепцию развития нового этапа молодежной политики в городе Новосибирске. Здорово, интересно. Ирина, но я знаю, что вы еще ведь и дружите с другими городами. Есть немного, да. Мы, Ивана, тоже обратили внимание, наверное, коллеги в этом году согласятся, что насколько нас закрыли физически, настолько мы стали мобильны именно в онлайне. То есть мир показал, что мы физически можем находиться закрытыми даже в одной квартире. Насколько важна скорость интернета порой. Согласен, да. Лично каждого в телефоне, вообще в принципе интернет, да, и мы увидели, насколько быстро можно находить связи. И о том, что мы поняли, что действительно, и это подтверждение этого года, молодежь не может находиться в закрытом вакууме, ну скажем так, своего города. Необходимо ориентироваться постоянно, взаимодействовать с другими городами. И спасибо за вопрос. Мы сегодня, коллеги, еще один посмотрим ролик. Мы очень ценим возможность обмениваться идеями действительно на большой молодежной волне скорости. У нас небольшой ролик из наших друзей из Казани. Посмотрим, чем живет Казань. Извините, пожалуйста, а можете помочь мне? Мы ролик снимаем для Новосибирска про этот флог. Мы не будем о нем рассказать. Пару флог буквально. Привет, Новосибирск! У нас в Юдино открылся молодежный центр «Юлдаш». Давайте узнаем, что у него внутри, и познакомимся с центром поближе. Я слышал, у вас самый лучший, самый красивый, самый замечательный, самый умопопрочительный директор на земле. Скажите, что же он? Так вы же, Альберт Радикович, директор. Точно! Здравствуйте, меня зовут Альберт Хузиахметов. Я руководитель молодежного центра «Юлдаш» и с огромным удовольствием проведу для вас небольшую экскурсию. Татьяна, спасибо, премия ваша. А, это у нас, это у нас IT-зал. Здесь дети постигают основы ЭВМ. Большой многофункциональный зал для многофункциональной молодежи. Давайте перейдем к спорту. Эта полоса препятствий называется «Ниндзя-трасса». Рекорд, конечно же, принадлежит мне. Артур, там замонтируешь. Воспитанники знают, что в жизни я настоящий боец. Мортал Копоти-то попроще было. Наша фишка – скалолазание. Профессиональное оборудование и трассы. И самое главное – мягкий настил для безопасности. Мы молодой и амбициозный молодежный центр. Развиваемся отличными темпами и ждем вас всех в гости. Передаем эстафету Новосибирску. Пока! Вот такая вот эстафета у нас выходит. Действительно, общение с Казанью. Кстати, да, почему Казань и там обычно Москва, да, как-то… Ну, Москва есть, например, то субъект федерации. Все-таки мы города-миллионники. И мы действительно… Да, мы очень хорошо взаимодействуем с городами-миллионниками. И нам очень важно именно находиться в взаимодействии, потому что мы очень внимательно смотрим за трендами друг друга. И, например, вот сейчас, на прошлой неделе, вместе с мэром города Новосибирска, у нас была техническая приемка нашего нового культурного кластера «Кислород» в Калининском районе на правах рекламы «Земнухова-12-1». Так, и кого мы туда сейчас приглашаем? Мы приглашаем всех, кому интересно. Например, тот же фестиваль «Мультсемья». И, в принципе, всю творческую молодежь не только Калининского района. Заходите в Инстаграм, смотрите, там скоро будет много интересного. Действительно, мы понимаем, насколько важно молодежи давать возможность видеть партнеров, партнеров других городов. И вот на вот этих коллаборациях, различных совместных проектов сейчас очень сильно строится молодежная политика. Еще один пример. Центр молодежи Первомайского района. Я лично сама смотрела, как член жюри. Через WhatsApp люди со всей России смотрели, как члены жюри, как батл был танцевальный. И я понимаю, что вот сейчас действительно этот год показал, что границ у нас нет. И мы видим с вами, что нам очень важно сейчас строить именно свою патриотическую работу в принципе на работу, на отсутствие границ молодежи, на взаимосвязи и на ощущение, что мы должны понять, какой мир огромный и интересный. И тем важнее, например, год 75-летия Победы для нас стало созидание мира, а не ощущение, что вокруг нас враги, и мы победили. Это была принципиальная наша позиция, потому что мы понимали, что именно на этих основах нужно строить патриотическую работу. Тем более мы сейчас понимаем, что молодежь нельзя заставить любить что-то, но можно сделать такие условия, чтобы молодому человеку было комфортно и чтобы не хотелось уехать. И поэтому мы считаем, что нужно молодежи работать, зная, что мы по возрастному принципу отличаемся от других структур, но нужно работать с молодежью как социальной группой. Поэтому сейчас для нас важнее в работе с молодежью именно ориентация на ее становление, развитие и изменение ее статуса. Ну, то есть курс уже выбрали и планы, в принципе, обозначены. Надеемся на совместную работу. Ну что, мы благодарим Ирину Соловьеву, начальника Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска и продолжаем наше общение в нашей импровизированной студии сегодня. Так, но прежде чем дальше мы продолжим, мы сейчас еще один ролик должны посмотреть и наше общение продолжится. Родные заболели коронавирусом? Ничего толком не поменялось. Только учеба дистанционная и все. Трудности были только с карантином, то, что все закрывали и масочный режим был. А так год хороший был, в принципе. Эпидемиологическая ситуация отразилась на жизни сильно. Состоянные переживания друг за друга. Ну и еще один минус был в том, что долгое время все было закрыто. И дистанционное обучение все-таки. Общение с близкими, с друзьями. Мессенджер, потому что ты не можешь ищаться с друзьями в реальной жизни, можешь хотя бы в ВК попереписываться. Видеоигры или фильмы, чисто как убивалка времени. Правильно настроить себя, не умевать. Нарезать проблемы по мере выступления. Близкие люди поддерживали меня. Всем еще раз здравствуйте. Продолжаем подводить итоги работы Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска и обозначать на этот год направление для развития. У меня в студии, как вы видите, уже новые гости. Это начальник отдела профориентации центра «Родник» Ольга Кротова. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Иван. Ольга, ну что, расскажите о центре «Родник», о тех запросах, которые поступали к специалистам. Я уверен, что их было много. Вот именно прошлый год, в период самоизоляции. Я думаю, что вообще 2020 год запомнится каждому человеку. И, наверное, слово, которым можно охарактеризовать этот год, это год вызовов. Вызовы, которые приняли специалисты Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. И мы, педагоги-психологи центра «Родник», которые как раз и работали в период самоизоляции и оказывали психологическую помощь нашей молодежи. Центр «Родник» — это 10 отделов, 8 из которых занимаются профилактической деятельностью в каждом районе города. В советском районе работают наши коллеги из центра «Радуга». На самом деле мы все сейчас в той или иной мере находимся в ситуации неопределенности. Она, конечно, вносит определенный страх в нашу жизнь. А вот за страхом как раз и могут следовать тревога, раздражение, эмоциональный дискомфорт. Потому что сама по себе изоляция для человеческой психики очень некомфортна. Она вызывает определенные ограничения, и человек не может полноценно удовлетворить свои социальные, психофизиологические потребности. Ну, сами знаете, есть четыре сцены — интернет, видео, телевизор, общение с близкими друзьями, и то не всегда получается пообщаться вживую. Тем более, если человек еще и молодой, да, и не знает, как с этим справляться. В общем-то, для этого вы и нужны. Да, и вот об этих проблемах говорили и наши клиенты, которые обращались на анонимный, бесплатный телефон доверия. Как раз в период самоизоляции и ограничительных мер люди обращались с вопросами, как поддержать свое эмоциональное состояние, как снизить уровень тревожности. Некоторые задумались о смене профессиональной деятельности. Многих интересовали вопросы снижения конфликтных ситуаций в семье. По сути, вот можно сказать, что самоизоляция и пандемия показала те сферы жизни, на которые уже сегодня следует обратить особое внимание, и именно с этими сферами жизни необходимо работать. Если человеку не устраивает профессиональная деятельность, и он задумался о смене работы, то, конечно, можно вспомнить, чем любили заниматься в детстве, какая деятельность приносит положительные эмоции, и вообще помечтать, а кем я себя вижу через 5-10 лет. Самое время именно для этого, да? Да, конечно. Ну, а если вот все-таки наверняка многие задумались о своем будущем, нечетко определенное, но как быть тогда в этом случае? То есть как действовать, как, куда? Ну, понятно, мы уже сказали, есть телефон доверия. Да. 2020 год многих из нас заставил задуматься о нашем будущем. Но так устроена наша жизнь, что будущего в настоящем времени мы пока не видим, оно есть, мы живем здесь и сейчас. И в это будущее нам только предстоит войти. Вот с одной стороны, пандемия показала некую уязвимость наших планов, целей, идей. Нам пришлось много перекраивать и менять. Уже по ходу, да? Уже по ходу, да. Да. И если раньше мы слышали достаточно оптимистичные прогнозы, что пандемия закончится к осени, к зиме или к лету, то сейчас мы уже знаем, что нам с этим жить. Да, прогнозы достаточно туманные, и лучше этот факт принять. Хотя, вот знаете, если задуматься, то мы очень часто сталкиваемся с неопределенностью в своей жизни. И наверняка можем вспомнить, как приезжали на отдых, например, и видели совершенно не ту картину или решали жизненные задачи. Это нам сейчас помечтать, да, предлагаете? Да, конечно. Когда мы приезжаем в отель, на картинке было одно, а тут здравствуйте. Или мы решаем какие-то жизненные задачи, исход, который нам совершенно непонятен. Поэтому, конечно, о своем будущем обязательно нужно думать и уже сегодня сконцентрироваться на нем. Подумать, что есть сейчас, что хотелось бы получить в будущем. И, может быть, уже сегодня овладеть какими-то новыми навыками, умениями для того, чтобы в это будущее пойти дальше. Ольга, ну смотрите, многие ведь мероприятия, я знаю, что приходилось отменять, да, в прошлом году. Как-то заменять, как вообще в период самоизоляции оказывали поддержку? Вы знаете, да, в период самоизоляции мы перешли на дистанционный формат работы. Мы понимали, что наша целевая аудитория находится в различных социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Мы работали на YouTube-каналах. Поэтому наши психологи проводили прямые эфиры, вебинары, онлайн-консультации, онлайн-тренинги. И я хочу сказать, что… Пользовались популярностью. Да, эта работа пользовалась популярностью. И я хочу сказать, что, учитывая, что она у нас проходит очень хорошо, мы этот формат сохранили и сегодня. Так, хорошо, понятно. Ну, жизнь продолжается все-таки, несмотря ни на что. Хоть мы тут и сказали, да, непонятно, как долго нам еще с этим всем жить. Давайте, может быть, какие-то советы, как дальше развиваться, как самоутверждаться, и молодежи в первую очередь. Я бы хотела сказать, что есть такая очень хорошая пословица, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Поэтому… Не падать духом, да? Да, в первую очередь. Хорошо, так, понятно. И для поддержания своего духа и эмоционального состояния я бы хотела обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь нужно принять свои чувства. Часто люди стараются избавиться от каких-то негативных переживаний, а на самом деле тревога, раздражение, апатия, неуверенность, даже некая в себе, это абсолютно нормальная реакция на незнакомую и непонятную ситуацию для человека. И вот чтобы как-то усмирить тревогу и придать себе контроль, мы как психологи всегда советуем задать себе вопросы, что я чувствую, что меня окружает, что бы я хотел чувствовать. И уже сейчас делать какие-то маленькие шаги, чтобы эту ситуацию как-то для себя сделать более комфортной. Во-вторых, я хочу сказать, что и в условиях без пандемии мы корректировали свои планы и вносили в них изменения. Просто очень резко поменялись внешние обстоятельства, и, естественно, для нас это было очень непривычно. Нужно ограничивать поток негативной информации, потому что негативная информация усиливает тревогу. А все мы знаем, что мысль очень влияет на действия. Это просто сказать вам, Ольга, вот так нужно это делать. Ну а тут же нужны специальные схемы. Понятно, вы в этом и помогаете. Да, мы, конечно, в этом помогаем, обучаем, как можно регулировать свое эмоциональное состояние. Вообще еще нужно всегда помнить, кто дорог вам и кому дороги вы. Такие люди всегда есть. И искать смыслы в тех действиях, которые вы делаете. Продуктивность наша сейчас может быть несколько снижена, потому что все равно мы должны соблюдать масочный режим, мы контролируем гигиенические мероприятия, мы все равно неосознанно беспокоимся о своем здоровье и здоровье своих близких. И это напрягает и немножко утомляет. Поэтому нужно дать себе время прожить этот период более такой комфортной ситуации, не обесценивать свои результаты. Еще очень важный момент – структурировать свой день, особенно для тех людей, кто работает сейчас дома. Потому что должна быть зона отдыха. Это ведь очень сложно на самом деле. Это достаточно сложно, но это поможет переключать внимание и все-таки нужно свое пространство разграничить, где пространство для работы, где пространство для отдыха. И еще бы я хотела сказать, что нужно уже сейчас попробовать на уровне ощущений, на уровне эмоций посмотреть, а какая деятельность, что приносит мне положительные эмоции. Все мы очень разные. И у каждого человека свои источники вдохновения. Искать свои, свои пути, свои возможности. Но они наверняка будут сейчас новыми. Да, они, возможно, будут новыми. Потому что и условия новые. А может быть, некоторые, вот наши клиенты говорят, они вспоминали то, что, в общем-то, давно забыли. И еще такой один очень важный момент, что нужно верить в свои силы, нужно искать поддержку. И мы всегда говорим о том, что если человек чувствует, что он не может справиться с тревогой, не может справиться с внутренним дискомфортом, нужно обращаться за помощью. За помощью на телефон доверия, за помощью к психологам. Можно обратиться за помощью даже к своим близким, которые когда-то помогали и явно захотят на сегодняшний момент протянуть руку помощи. И еще есть такой совет, поскольку еще полностью ограничительные мероприятия не сняты, и многие чувствуют некий такой дискомфорт от того, что не могут реализовать все задуманное. Жить как прежде. Да, жить как прежде. Вот в этом случае нужно вспомнить какую-то сложную ситуацию, которую вы проживали в своей жизни, и попробовать понять, а что тогда мне помогло эту ситуацию пережить. Какой настрой, какие эмоции, какие действия, какие люди. Возможно, что как раз эти действия, эти люди, этот настрой помогут и в данный момент. Ольга, так хорошо говорите, вам хочется верить, и вот завидуешь, конечно, вашему и спокойствию, и вот этому посылу, который, я думаю, сейчас будет правильно донесен. Но все-таки давайте тогда какой-то итог, может быть, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Мне бы хотелось, наверное, сказать очень такую простую вещь. На самом деле действительно нужно верить в свои силы, нужно всегда поддерживать друг друга. И как раз пандемия, она показала, что мы при поддержке друг друга как раз и чувствуем себя более уверенно. И, конечно, любить эту жизнь. Любить эту жизнь. Спасибо. Это была Ольга Кротова, начальник отдела профориентации центра «Родник». Так, ну а прежде чем мы перейдем к нашему следующему блоку, у нас вновь небольшой фильм «Почему я остаюсь в этом городе?» Как сделать хобби не просто развлечением, а делом, которое приносит доход и пользу городу, в котором мы живем? Специалисты молодежных центров города Новосибирска постоянно задумываются над поиском решения этой непростой, но очень важной задачи. Ведь каждый маленький шаг в этом направлении очень важен. В городе реализуется множество проектов, которые помогают молодежи развиваться здесь, в Новосибирске, а не ехать на поиски себя в другие регионы и страны. Так легко уехать туда, где уже есть простор для творчества. Чтобы все получилось, новосибирцы должны чувствовать поддержку, знать, что воплотить их идею в жизнь вполне реально. Проекты «Дело в шляпе» для хендмейт-мастеров, галерея уличного искусства «100 квадратов», объединение музыкантов «ТЧК», экопроект «Три Китай и Воздух» все они помогают сделать наш город лучше и найти то дело, которое приносит не только доход, но и удовольствие. Я родился и вырос в этом городе и на самом деле люблю его и переезжать куда-то особо я не хочу, но, что самое главное, я вижу какие-то возможности здесь развития и как художника, и как какого-то организатора, куратора. Поэтому мне интереснее делать проекты в Новосибирске. Проект «Дело в шляпе» для тех, кто хочет превратить свое хобби в способ заработка. Я и сама занимаюсь вязанием, и вопрос о том, как сделать свой небольшой бизнес меня всегда очень интересовал. Поэтому мне и пришла в голову идея создать проект для хендмейд-мастеров таких же, как и я. Проект объединил 35 мастеров, и все они учились выгодно и грамотно продавать свои изделия. Вместе с мастерами мы изучали ведение бизнеса, новые техники хендмейда, учились делать красивые фотографии и обменивались опытом. У меня все получилось немного наоборот. Работав на этаже, я познакомился с новосибирскими музыкантами и понял, что тоже могу заниматься музыкой. И вот на одну из своих зарплат специалист по работе с молодежью как-то купил на авито барабанную установку и начал осваивать подвал культурного центра «Этаж». Помогаем другим новосибирским музыкантам создавать свой авторский контент, продюсируем их и поддерживаем. Мой путь экологиста начался с акции по раздельному сбору отходов «Зеленая белка». Пару раз я пришла туда как участник, а потом организовала точку сбора на базе нашего молодежного центра. Благодаря эко-сообществу узнала, что сортировка и переработка отходов это не панацея. Очень важно сокращать количество отходов и стремиться к осознанному потреблению. Теперь мой проект этому и посвящен. Я неужаю из Новосибирска, потому что в данный момент в этом нет потребности. Еще меня очень восхищают люди, которые реализуют свои идеи здесь. Меня восхищают их проекты, их целеустремленности и неравнодушие. Мне кажется, молодежь уезжает в другие места в поисках новых возможностей и более комфортной жизни. Поэтому наша большая задача поддерживать их начинание в разных сферах. И вновь мы приветствуем всех в нашей импровизированной студии. Гости, кого вы сейчас только что видели в этом видеоролике, уже здесь вместе со мной. Так, ну еще раз давайте. Начальник отдела Центра молодежи «Альтаир», проект творческого объединения музыкантов ТЧК Евгений Панов. Пожалуйста, просим любить и жаловать. Так, Дарья Гривцова, специалист по работе с молодежью Центра «Звездный», проект по экологическому просвещению «Воздух». И Эмилия Мухудинова, специалист по работе с молодежью Центра «Содружество». Про хендмейдеров поговорим. Так, ну что, ребят, как сделать так, чтобы молодежь оставалась в городе, мы немножко уже знаем. И сейчас давайте, наверное, каждый из вас тогда все-таки еще раз про свое творческое направление. Если можно, коротко. Хорошо. Давайте с вас ближе ко мне, Эмилия, пожалуйста. Ну, мне кажется, чтобы молодежь оставалась в городе, необходимо поддерживать молодежные инициативы. Если создавать пространство… В общем, если… Какие-то условия, да, для этого, для молодежи. Да, если создавать пространство, поддерживать проекты молодежи, их идеи, то я думаю, что это поможет остаться молодежи в городе. Вот все эти объединения, сообщество молодежи, это тоже очень важно, как мне кажется. Вот, например, после реализации проекта «Дело в шляпе», ролик был только что на экране, было создано пространство «Фактура», где объединяет творческую молодежь города. Так, интересно. Так, а у Жени Панова? У меня все просто. Творческое объединение музыкантов ТЧК – это объединение новосибирских музыкантов, которые создают авторскую музыку. Так как я сам являюсь музыкантом, барабанщиком, менеджером группы «Устал», мы в последнее время работаем над тем, чтобы собирать таких же ребят с горящими глазами, которые создают именно авторский контент, собирать в единое сообщество и помогать друг другу развиваться, двигать себя на локальной новосибирской сцене и создавать какие-то новые совместные концерты, джемы и события. Так, но у вас есть такое интересное слово, называется «резиденция». Да, да, все верно. Так, ну и как вообще появилась идея этой резиденции? Идея появилась, ну, благодаря тому, что я работал тогда специалистом по работе с молодежью в культурном центре «Этаж», и общаясь с такими же музыкантами, которые приходят к нам сыграть концерт, мы поняли, что им необходимо место, в котором они будут репетировать, обмениваться опытом и даже, возможно, играть свои сольные концерты, совместные концерты. Так появилась идея объединения музыкантов «Тачка». Мы получили поддержку на конкурсе грантов «Парад идей» трижды и вошли в программу комитета по делам молодежи. Трижды, это круто, это действительно. Да, спасибо нашим музыкантам за их музыку. И вот благодаря этому сейчас у нас семь резидентов, это разные музыкальные коллективы, которые создают авторскую музыку. Так, хорошо. Это если коротко, да? Это очень коротко. Об этом я понимаю, вы прям с душой можете рассказывать очень долго. Так, ну и сейчас у нас еще есть экологическое просвещение «Воздух». Дарья Гривцова, это про экологию, правильно? Это про экологизм, про осознанное потребление. Целью проекта является формирование у молодежи навыков осознанного потребления. И вот в ролике, я уже говорила, мне задавали вопросы, что сделать, чтобы молодежь оставалась в городе. И если смотреть с точки зрения экологистов, представителем которого я являюсь, то, конечно, здесь важно, чтобы как можно больше людей разного возраста вовлекались в наши проекты, в наши мероприятия, чтобы мы дружили между собой, с городом, с областью, с другими городами. И если просто как жители Новосибирска, мне важно, чтобы был раздельный сбор отходов, чтобы было больше зеленых зон. И много-много чего другого, каких-то вот таких маленьких моментов. Дарья, ну вы меня, может быть, похвалите. Я вот отказался в магазинах брать пакеты, и у меня теперь всегда с собой в рюкзаке авоська, наверное, да, или как-то шоппер, это по-разному называют. Да, да, эко-сумка, шоппер, авоська. Я за меня. Это экологизм уже или еще нет? Вы уже на пути к тому, чтобы отказываться, допустим, от одноразового пластика, от пластикового пакета. Так, ну то есть пока еще радоваться рано, да? Уже можно. Вы уже сделали этот шаг, и я уже радуюсь за вас. Так, ну то есть вот это один такой небольшой шажочек. Так, ну хорошо, понятно, направление мыслей ясно, А все-таки как монетизировать тогда ваше хобби для того, чтобы это было не просто, да, увлечение, но еще и там зарабатывать? Ну я расскажу со стороны хендмейдеров. Люди, которые занимаются творчеством, у которых есть какие-то хобби, они рано или поздно доходят до момента, когда их хобби уже вырастает, они хотят на этом зарабатывать. И вот мне кажется, что изначально вот на первых этапах необходимо найти единомышленников, людей, у которых такие же идеи, такие же желания, которые хотят также развивать свой бренд. И, конечно, нужно… Нужно обращаться к вам, это понятно. Вот у вас они нашлись, встретились, таки вау, здорово, ребята, я не один. Конечно. Где деньги будем брать? Сейчас расскажу. Необходимо иметь структурированную информацию и человека, профессионала, который сможет грамотно донести эту информацию. Ну и самое главное, на мой взгляд, это практика. Да, без практики никуда. Но здесь, наверное, какие-то уже предприниматели, бизнесмены, которые уже успешны в этом направлении, могут как-то помогать в том числе, на мой взгляд. Да, да, в том числе. Но мне кажется, что самая лучшая практика, ну, самая первая и лучшая практика – это участие в маркетах товаров ручной работы. Потому что такие мероприятия, они помогают людям применять свои навыки, которые они приобрели за время всего, и также получить опыт от уже профессиональных мастеров. Будем надеяться, что этих маркетов будет только больше и больше. Сейчас, да, мы уже говорили, ограничения по максимуму снимают. Да, мы будем стараться. И опять же, проведя пример на своем проекте, после участия в проекте «Дело в шляпе», ребята развивали свой бренд, они уже открывали свои первые онлайн-магазины и самостоятельно участвовали в маркетах ручной работы уже в городе. Так, ну, хорошо. Если здесь, то можно, да, действительно монетизировать хобби, добиться успеха. Тут, мне кажется, вот Жене все-таки сложнее, да, наверное, с музыкой здесь как-то не так все очевидно. Однозначно не очевидно, потому что в Новосибирске бытует такое мнение, что зарабатывают только ковербенды. И общаясь с музыкантами уже на протяжении пяти лет… У нас все поняли ковербенды, все поняли, о чем мы говорили. Я думаю, да, это коллективы, которые играют ковер-версии, ну, то есть перепевают чужие композиции. Спасибо. Если так. И общаясь с музыкантами в течение пяти лет, мы в этом точно убедились, потому что многие коллективы, которые создают именно авторскую музыку, которые хотят зарабатывать именно музыкой, они переезжают рано или поздно в Санкт-Петербург, в Москву и так далее. Но чтобы этого не случилось, тут, наверное, уже от лица группы устал, да, и куратора творческого объединения музыкантов ЧК. Могу сказать, что для этого нужно, ну, во-первых, вести социальные сети, создавать именно авторский уникальный контент. У нас песни про молодость, о молодости, про хрущевки, про серость бытия и все такое. Жень, а вдруг вот ты сейчас забудешь сказать, и я не спрошу, можно я все-таки про проект «Звездные имена Новосибирска». Он ведь тоже наверняка… А вот… Это совместный проект «Радио городская волна». Вот я к этому и ввел, что нужно создавать авторский контент и играть на сцене города, то есть на всех различных площадках. Конечно, на главных площадках и не только в день города. Конечно. Ну, вот так мы с ребятами выиграли конкурс «Звездные имена Новосибирска» с главной целью покрутить свои треки на радио «Городская волна». А это уже старт, это уже действительно. Ну да, конечно, дополнительный охват и поддержка нашего материала. Ну и вот ждем теперь, когда локдаун закончится, и мы сыграем на главной сцене набережной. Ох, да. День города. Все ждем день города. Ну и Дарья. Дарья, как у вас с монетизацией обстоят дела? Вот я подумала на эту тему, что, конечно, можно создать какой-то эко-товар или придумать какую-то услугу, например, запустить обучающий курс и как-то это монетизировать. Но параллельно пришла еще такая мысль, что очень важно думать о сохранении ресурсов и как материальных, да, так и своих внутренних. И если мы будем более осознанно относиться к тому, чем мы занимаемся, да, к покупкам, к тому, что нас окружает, с кем общаемся и так далее, то это будет тоже достаточно хороший вклад и в нас, и в общество, и в то, как живет наш город. Вот я об этом подумала сейчас. Так, ну здорово. Ребята, вы вообще все уже успели сказать, что готовили? Или есть еще что добавить по нашей сегодняшней встрече? Мне нравится обстановка диванчики, ведущий Иван, камеры, не вечерний орган, но топ. Шутит немного, да, просто у нас уже там эксперты немножечко засиделись, и пора нам поменять локацию. Будем меняться, да, все? Конечно. Спасибо, спасибо. Ребята, молодые, веселые и творческих успехов вам. Спасибо. Пойдем туда. Так, да, теперь, так, теперь, теперь у нас следующий блок, и экспертная оценка сейчас будет дана. А для этого мы приглашаем сюда на, ну это не сцены, это наша сегодняшняя импровизированная студия. Для этого мы приглашаем заместителя начальника управления, начальника отдела молодежной политики, управления молодежной политикой, Министерства образования Новосибирской области, Михаила Евгеньевича Бортникова. Здравствуйте. Так, временно исполняющий обязанности проректора по молодежной политике и проектной деятельности, Госуниверситета экономики и управления, Дениса Александровича Абуховского. Пожалуйста. И еще один у нас есть эксперт, это кандидат педагогических наук, доцент заведующей кафедры теории и методики воспитательных систем Института культуры и молодежной политики НГПУ, НГПУ, Новосибирский государственный педагогический университет, Борис Аркадьевич Дэйч. Пожалуйста. Борис Аркадьевич. Так, ну что, эксперты все в сборе, и для экспертов у нас, ну, скажем так, один общий, наверное, вопрос. Мы сегодня уже говорили о том, что в конце прошлого года был принят закон, который, наконец-то, скажем так, легализовал, как Ирина Соловьева правильно сказала, легализовал молодежную политику. Как принятие этого закона о молодежной политике повлияет на вашу работу, на работу каждого из вас? Миша хочет начать, да? Хорошо. Добрый день, коллеги, рад видеть знакомые лица. Прошлый год, 30 декабря, действительно принят федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. Но прошлый год был богат не только законом, на самом деле. В прошлом году, в феврале, был принят профессиональный стандарт работника, специалиста по работе с молодежью. И это очень хорошие вести. Это значит, что сфера молодежной политики, или государственной молодежной политики, начала очерчиваться не только хорошей работой людей в этой сфере, и постоянным доказыванием, что мы работаем не хуже, где-то лучше на уровне других социальных работников, вернее работников других социальных сфер, таких как культура, спорт, социальная защита, образование и так далее. Это значит, что эта сфера на уровне государства теперь имеет вес, и закон обозначил молодежную политику как отдельную автономную сферу государственного управления, сферу жизни общества. Больше прав, свобод и так далее. Ну, закон не добавил никаких прав и свобод, на самом деле. Они все обозначены в других законодательских актах. И что касается, наверное, основного новшества, Ирина Сергеевна об этом сказала, молодежи стало больше. Если в прошлом году мы считали... За счет возрастного, да? ...от 14 до 30, да, это было 540 примерно тысяч молодых людей в Новосибирской области, то мы проснулись с 1 января с пониманием, что нужно работать с новым законом, и молодых людей стало на 200 тысяч больше. И это, в принципе, хороший довод. Говорить о... Нам нужно, наверное, финансирование чуть побольше, потому что 200 тысяч получателей услуг, их увеличилось. Если говорить о профстандарте, лично для меня, наверное, закон с точки зрения каких-то новелл, возраст, наверное, такая самая большая, единственная новелла, которую ожидают, ну, не то, что мы знали, что она будет, но которая действительно кардинально повлияет на работу, скажем так. Что касается профстандарта, то это более такой предметный и хороший для разговора документ, потому что это сфера компетенции молодежных работников или специалистов по работе с молодежью. Он очерчивает, что должен знать, уметь, какие ценности разделять, если мы говорим о компетенции, ее полноценном описании, специалистов по работе с молодежью. И вот как раз два этих законных, закон творческих актов уже отразились на нашей работе. И в прошлом году у нас был запущен такой достаточно новаторский проект образовательный, он запущен у нас, вот показывали Татарстан, мы стали в России двумя регионами, которые подхватили эту... эту работу, Кооперативный университет молодежной работы Новосибирской области. Это дополнение к Институту культуры и молодежной политики НГПУ, как раз такая площадка для неформального обучения лидеров, специалистов, руководителей, которые работают в этой сфере. И в основу компетенцистных моделей, по которым мы обучаем руководителя молодежных центров, специалистов по работе с молодежью и команды открытых пространств в прошлом году обучали, как раз положен в том числе профстандарт и новеллы этого закона. Наверное, да, конечно, помимо такой образовательной деятельности или обучения работ специалистов в новых условиях, по новым компетенцистным моделям, конечно же, закон и профстандарт требуют внесения, но я думаю, что такой технический момент внесения в другие региональные акты нормотворческие требуют внесения в положение молодежных центров. Это уже такие больше бюрократические моменты, но важные, что мы работаем с такой-то категорией, в общем, выполняем такие-то функции в отношении этих молодых людей, нашей целевой аудитории. Ну, наверное, для нас, как для таких сфер управленцев в молодежной политике, эти законы имеют, эти акты имеют такое преломление в практике. Ну что, кто следующий у нас, кто готов? Денис Александрович? Ну, я коротко. Я очень доволен законом. Да, мы рады. Соответственно, я даже сам себя почувствовал немножко моложе. 30 декабря. Ближе к молодежи. Кто-то все стал молодым. Значит, если говорить про нашу работу, то у меня интерес профессиональный, в первую очередь, такой взрослой молодежной политики, да, это то, что связано с развитием предпринимательства, с работой с молодыми учеными, поощрение. И в этом смысле закон скорее нормализовал ситуацию, которая реально была, потому что есть ряд локальных нормативных актов, где и молодая семья, и молодые ученые, и молодые предприниматели, они уже до 35 сдвинуты уже были в течение ближайшего десятилетия. Поэтому мы с таким удовлетворением моральным закон приняли, в смысле не мы его приняли, приняли на свою пользу. Да, 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 в свою пользу. Вот, соответственно, поэтому продолжаем дальше работать. Это очень хорошо. Все. Борис Ацкальевич? Есть что добавить? У меня в отличие от предыдущих выступающих сложное отношение к принятому закону. Я на самом деле высказывал свое впечатление об этом законе на сайте «Ты молод?». На портале, наверное, нет смысла там полностью все повторять. Для тех, кто не читал, давайте хотя бы кратко как-то, может быть, тезисно. Ну, тезисно. Первое. Я не считаю правильным то, о чем ребята говорили, расширение молодежного возраста до 35 лет. Мне кажется, это чересчур избыточно. Если внимательно закон почитаете, там вообще написано о том, что на самом деле это носит рекомендовательный характер, и регионы могут принимать свои какие-то границы. Вот так, а мы тут радуемся. Я предположил, что тогда могут 40 лет сделать, 50, 60. Да, границы, но не ниже 35. Вот такая формулировка. Ну, вот можно и до 80 быть молодым. Что еще? Ну, как бы про это там, ну, ладно, если коротко, да. То есть это один момент, и он на самом деле очень спорный. Ну, даже вот я все-таки обращу внимание, посмотрите, вот на всех роликах, которые сегодня показывали, замечательные ролики, великолепная работа. Но вы видели на этих роликах хоть одного человека, я имею в виду не организатора, а участника старше лет 25. То есть реальный охват молодежной политикой, да, и это нормально, это вот молодежь, примерно учащаяся и студенческая. Я думаю, здесь Ирина Соловьева нам потом добавит. А чем старше становится человек, да, тем меньше на самом деле он нуждается вот в поддержке, да. То есть закон вроде бы должен поддерживать молодежь, поддерживать ее нужно мощно на этом этапе. А когда человеку 30-35 лет, и если он еще нуждается в какой-то дополнительной серьезной поддержке, ну, значит, человек не сформировался как некая вот личность. То есть в 35 лет, мне кажется, уже другие формы поддержки должны быть, и не через молодежную политику. И нет у молодежной политики сегодня ресурса реального, материального, административного и прочего для того, чтобы поддерживать 35-летних. Второе, то, что и очень важное для меня, то, что из закона ушло слово-название «государственное». Если до 30 декабря, пока президент не подписал этот закон, у нас была государственная молодежная политика, то сегодня она стала просто молодежной политикой. И, соответственно, вот, казалось бы, одно слово ушло, но это же слово закона. Соответственно, сегодня уже, ну, как бы с одной стороны, да, это вроде бы расширяет некие возможности участия каких-то других и негосударственных структур молодежной политики, хотя эти возможности, они были раньше. Но понятно, что другие структуры, которые будут включаться в молодежную политику, они, скорее всего, будут все-таки иметь какие-то коммерческие интересы. Да, то есть, конечно, можно и нужно работать с молодежью, и, в принципе, можно, и я не побоюсь этого слова, нужно зарабатывать с молодежью. Почему нет? Предлагая какие-то молодежи услуги. Да, но, опять же, вот, в определенном возрасте, в определенные периоды, ну, вот, далеко не вся молодежь может здесь участвовать. А само отстранение, как бы, государственное, в смысле, вот, то, что брали слово «государственное», оно показывает то, что вот государство может, не знаю, будет или нет, но может постепенно сократить свое участие в молодежной политике. Борис Аркадьевич, а что-нибудь положительного скажете? Нет. Я вам скажу более того, я вам скажу, что буквально сегодня, не, ну, надо же, мы же эксперты, мы же зачем одинаково, мы договорились, один хорошо хвалит, другой не просто дополняет, конечно, да, а я критикую, все у нас по расписанию. Хорошо. Я могу сказать, что буквально сегодня депутат Государственной Думы Андрей Исаев от «Единой России» предложил пересмотреть закон о молодежной политике. Буквально сегодня его сообщение, то есть он в декабре благополучно проголосовал за этот закон, а сегодня в связи с определенными событиями он говорит, нет, ребята, надо закон пересматривать. Он, наверное, вас прочитал, нет? Ну, я бы хотел, чтобы он меня почитал. И если, опять же, немножко смотрели по событиям последних недель, то очень многое высказывание, начиная от пресловутого Владимира Волища Жириновского и заканчивая другими политиками, общественными деятелями, очень многие обвиняют сегодня в том, что происходит, обвиняют именно молодежную политику. И говорят о том, что в молодежной политике нужно что-то менять. Я согласен, что, конечно, молодежная политика должна меняться, развиваться и прочее, но, в общем, обвинять молодежную политику в том, что сегодня происходит, конечно, это совершенно неадекватно. Поэтому закон сегодня принят, и Михаил, если я не ошибаюсь, он правильно на самом деле сказал, то, что это действительно сегодня как бы будет перерабатываться, очень многое менять в контексте направления деятельности, в контексте документов региональных, в контексте документов учреждений. Но если на самом деле сегодня выйдут все-таки на какое-то еще одно обсуждение этого закона, да, и если этот закон будет доработан, то я вижу в этом только существенные плюсы, которые могут появиться. То есть, понятно, закон пока сыроват. Дуралекс, но это лекс. Их было на самом деле много попыток и версий закона до этого еще за десятилетия до этого, да. Хотел бы еще момент добавить. Добавить или все-таки ответить на реплику? Ответить и добавить, наверное. Вы знаете, если ответить. Я не могу сказать, что я по крайней мере не отношусь отрицательно к тому, что молодой человек стал до 35 лет. Секрет или не секрет вы входите? Теперь да. Теперь да. Все понятно. Все хорошо. Наверное, это хорошо. С точки зрения самоощущения. Нет, не отношусь к этому отрицательно, потому что это с точки зрения тенденций и с точки зрения рамок, которые закреплены на международном уровне, ООН, Совет Европы и так далее, да, международные институты, которые тоже работают с молодежью, определяют как раз, ну, моду, скажем так, да, законодательную на эту аудиторию, то, соответственно, там во многих странах даже молодой человек считается там с 12, но до 35, а где-то чуть старше. Да, я согласен, что абсолютно с коллегой, что те люди, которые выходят завоза с 30, зачастую это уже работающие, часто семейные люди, это другие, другие потребности, но здесь вопрос не в том, что с ними сложнее работать, просто там другие формы участия и другие запросы, и Денис сказал, что он работает с инноваторами, принимателями, и там, наверное, это повышение возраста совершенно актуально, потому что к этому люди приходят чуть, чуть позже, чем 30 лет. Но предпринимательская деятельность не относится сегодня к сфере молодежной политики. Проект, который у нас был областной, да, его же сегодня уже, он в молодежке его нет. Ну, поэтому, причем из закона молодежи и молодежные предприниматели. Уважаемые эксперты, знаете, что я придумал? Мы продолжим этот разговор в нашей студии радиостанции «Городская волна». Супер! Я думаю, вы не будете против, да, но все-таки, Борис Аркадьевич. Мы так с вашей помощью станем медийными лицами. И на нас будут выходить. Ну, пожалуй, тогда, я думаю, мы услышали мнение наших экспертов. Спасибо. Давайте либо по паре слов еще как-то, может быть, пожелаем чего-то молодежи. Молодежи. Молодежи на предстоящий год. Ну, мы все-таки сегодня подводим итоги. В связи с тем, что увеличился возраст молодежи, получается, что получить и принять участие в том, что делает комитет по делам молодежи, в том, что делают другие коллеги, которые относятся в сфере молодежной политики, теперь есть возможность. И тем, у кого ее раньше не было, я желаю пользоваться, воспользоваться этой возможностью, воспользоваться своими правами. Спасибо. Спасибо. Ну, я молодежь определяю достаточно просто. Для меня молодой человек – это тот, кто сформировался физически, не сформировался социально. Все молодежи советую использовать. Интересно. Ну, все очень просто, да. Всей молодежи рекомендую воспользоваться моментом, пока обратно закон не подрезали возраст, вот, соответственно, и найти свое место в жизни. Борис Аркадьевич. Ну, я, наверное, не молодежь, а молодежной политики. Я желаю молодежной политики, чтобы у нее в этом году не было таких стрессов, которые были в прошлом году. Ну, и на самом деле, несмотря на то, что этих стрессов не будет, да, или не должно быть, чтобы молодежная политика развивалась, менялась и модернизировалась. Спасибо. 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 Это было экспертное мнение. Коллеги, да, пожалуйста, проходите. Ну, а прежде чем мы продолжим, понятно, что это очень важно говорить о постановке задач и о деятельности и так далее, но хотелось бы напомнить, что в прошлом году по поручению мэра города Новосибирска, Анатолия Евгеньевича Локтя, был создан патриотический городской гражданско- патриотический центр. Небольшой фильм на эту тему предлагаю вам посмотреть прямо сейчас. Научить быть достойным гражданином своей страны и города, закалить характер, показать ценность истории, духовности, традиции, культуры – это основная наша работа. Сохраняя прошлый опыт, мы ставим перед собой амбициозные цели. Поэтому важным является поиск новых моделей развития, которыми мы делимся с другими городскими молодежными объединениями. Центр является координатором гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. У нас познают все тонкости военного искусства и проходят военно-спортивную подготовку. Наши курсанты уже сейчас имеют возможность представить себя в роли защитников Отечества, почувствовать всю возложенную на них ответственность за свою семью и государство. Значимость истории, сопричастность к ней помогает осознать участие в ключевом мероприятии общегородской вахте памяти, которая проходит в разных районах Новосибирска. Изучение истории с нами становится увлекательным путешествием в прошлое. Мы даем возможность ее потрогать и даже принять в ней участие. В парках города для молодежи мы создаем историко-культурные зоны, организовываем и проводим исторические турниры и фестивали. Объединив молодых людей, мы создали условия для зарождения движения реконструкторов Сибири, занимающихся исторической реконструкцией. Няжий двор. Этот городской праздник получил большой общественный резонанс и стал одним из самых любимых среди новосибирцев и гостей города. Проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле молодые люди могут, принимая участие в добровольных народных дружинах. Центр стал их городским координационным штабом. Активных неравнодушных молодых людей становится больше. Народная дружина заступает на дежурство правоохранительной направленности во всех значимых точках города. Молодых людей объединяют интересные походы, вечера у костров, покорение горных вершин. За этим отправляются в Центр молодые путешественники. Райв и взаимопомощь, жажда приключений, крепкое плечо друга и яркие воспоминания. Они живут здесь и сейчас, желают быть везде и знать все. Для них не существует или. Молодежный туризм и альпинизм становятся ведущей спортивной оздоровительной площадкой парка города для молодежи. Городской гражданско-патриотический центр становится большим кадровым ресурсом Новосибирска. С нами обретают знания, взрослеют, выбирают жизненный путь, становятся гармоничной личностью. Спасибо. Ну и для подведения, скажем так, итогов нашей сегодняшней встречи, обозначения задач на предстоящий год, приглашаем вновь Анну Васильевну Терешкову, начальника городского департамента культуры, спорта и молодежной политики. Анна Васильевна, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, я хотела сказать огромное спасибо экспертам. Вы очень разнообразили наш сегодняшний отчет и на самом деле это здорово, что здесь начинаются дискуссии, потому что как не в молодежке постоянно должен вестись именно такой дискуссионный смысл вообще. И дискуссии всегда должны быть обязательно. Ну, во-первых, я действительно хочу нас всех поздравить то, что принят закон и действительно все-таки молодежная политика стала легальной. Конечно, можно опять же дискутировать о возрасте, там подобное. Я не хочу дискутировать о возрасте, все равно туда не попаду. Поэтому мне вот это точно меня уже не касается. Но, с другой стороны, я понимаю, что сейчас как раз и у Рины Сергеевны, и у всего комитета стоит на самом деле огромная задача. Потому что написать новую концепцию развития молодежной политики и написать, сделать новую программу, это очень ответственно. Потому что мы видим сейчас, какое непростое мы время живем, и те высказывания, которые сейчас обращаются и в сторону молодежной политики, и к недостаткам молодежной политики, накладывают на нас очень большую и серьезную ответственность. И все-таки я рассматриваю, и как одну из задачи я ставлю написание этой программы и концепции обязательно с учетом мнения всех жителей города Новосибирска. Потому что даже если она не касается взрослого поколения, она касается их детей. И здесь очень хорошо то, что у вас есть свои профессиональные психологи. Я бы хотела, чтобы их рекомендации также были учтены. У нас есть большой срез социологов. Я тоже считаю, что их срез должен быть учтен, их рекомендации в написании данной программы. У нас есть великолепные эксперты, которые сегодня выступали. У нас есть великолепные общественники, которые хорошо с нами сотрудничают, и я думаю, будут рады помочь нам в написании и составлении данной программы. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это был действительно опрос молодежи, что бы она хотела увидеть в программе, как бы она хотела развиваться, и что бы она хотела видеть в ближайшие года в развитии молодежных движений города Новосибирска. Это очень сложный, очень ответственный момент, и, наверное, очень самая основная такая задача, которая стоит сейчас перед комитетом, да и перед всем департаментом. Ну и, конечно, истекая уже, вытекающие из этой программы, из этой задачи, задачи, которые стоят, это, конечно, создание колл-центра психологического, потому что мы увидели, как психологи отработали во время пандемии. Мы увидели, как насколько изменились запросы горожан, насколько изменились запросы молодежи психологической нестабильности, они совсем стали по-другому. Я понимаю сегодня, когда мы опять же видим то, что вот эта пандемия в том числе отложилась и на сегодняшнее состояние молодежи, и на их отношение и к политике, к мэрии и к тому подобное, мы понимаем, что здесь нужно, конечно, создание психологического колл-центра, который будет помогать не только самой молодежи, но в том числе и родителям, которые тоже часто не понимают, как себя вести в той или иной ситуации. Это, конечно, обязательно увеличение программы «Парад идей». Это очень хорошая наработка, которая уже действует на протяжении многих лет и дает молодым людям, которые официально не задействованы в работе комитета, но могут опосредованно прийти и получить, выиграть грант на реализацию своих идей. И я ставлю одну из задач – это увеличение в том числе этого количества грантов для того, чтобы в том числе и привлекать сюда, как одно из направлений, это направление креативных индустрий. Потому что мы знаем, что в этом году ООН объявил этот год годом креативных индустрий, кто, как не молодежь, должны быть первыми, кто в Новосибирске будут поднимать и развивать эти креативные индустрии, потому что креативный класс у нас очень развит, у нас очень много специалистов, которые могли бы реализовать свой потенциал. И это в том числе я ставлю как одну из задач молодежи. Ну и, конечно, наверное, в конце я бы хотела поздравить наш комитет по делам молодежи с 30-летием. В этом году они отмечают свое 30-летие. Сейчас это еще молодежный возраст. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем вы всегда будете молоды, потому что главное – быть молодым в душе. Не важно, сколько тебе лет, не важно, как ты себя чувствуешь, какого цвета твоя кожа, какой национальности ты. Главное – будь молодым. И поэтому я всем нам желаю быть молодыми и оставаться работать на благо нашего города. Спасибо. Ну что, это все слова на сегодня. Все, что мы хотели сказать. А сейчас еще раз благодарность, конечно же, в первую очередь Департаменту связи, информатизации мэрии города Новосибирска за то, что позволили нам провести сегодняшнюю трансляцию, за то, что смотрели нас на сайте tv.novodefinsibirsk.ru. Также благодарим, конечно же, всех тех, кто сегодня пришел. Экспертам отдельное спасибо. Как Анна Васильевна сказала, да, действительно, сегодня и разбавили и внесли такие интересные моменты в наше общение. Всем спасибо. Тем, кому не хватило цифр, возможно, весь отчет сегодняшний подробно можно прочитать на сайте тымолот.рф. Ну и встречаемся на 101.4.fm. Меня зовут Иван Проскорин. Всем спасибо. Спасибо.